Всем привет, вы на канале Суперкит. Как-то нестабильно стал работать домашний роутер. Это еще старенький совсем дешевенький аппарат, которому вообще-то 10 лет. Когда-то покупался за цену до 100 гривен. Если просто лазить по страницам, то вроде проблем нет. А нестабильность заключается в том, что если его сильно подгрузить перекачкой трафика, например при просмотре футбола через торренд стрим, он зависает. И только выключение и новое включение дают ему возможность работать как нужно. Но поскольку цель никуда не девается и нагрузка по перекачке трафика возобновляется, то он очень быстро опять зависает. Короче, пользоваться полноценно нельзя. Все это и привело к покупке нового девайса. Я очень долго решался, думал какой купить. Хотел за эксел, но уж больно они дорогие. И вот чисто случайно попал на акцию, по которой новый роутер стоил 999 гривен. Сейчас такой стоит 1739 гривен. На 70% дороже. Значит акция была настоящей. Если даже самый простой и дешевый роутер проработал безотказно 10 лет, обслуживая 4 компа по проводу и 3 телефона по Wi-Fi, то я понимал, что покупка нового роутера должна содержать максимум возможностей, поскольку в следующий раз замена будет не скоро. Я очень хотел получить прежде всего между своими компами внутреннюю сеть в 1 гигабит в секунду. Такие карты стояли даже на компах 10 летней давности. Потому сбрасывая что-либо с одного компа на другой, хотелось бы делать это быстрее. Также у меня не было ни одного устройства, которое бы работало в сети Wi-Fi на частоте 5 ГГц. Но игнорировать эту опцию тоже не хотелось, так как рано или поздно я и смартфон обновлю себе, и на нем уже будет такая поддержка по частоте. Еще хотелось бы USB-порт, причем не просто такой, в который можно вставить флешку, с которой кроме как перепрошить роутер, ничего нельзя больше сделать, а и чтобы можно было при желании ее там держать для общего доступа, чтобы в этот USB-порт можно было подключить режим ADM. Короче, как обычно, всего побольше, за цену поменьше. Итак, здесь один порт WAN и 4 порта WAN, скорость всех портов Ethernet 1 гигабит в секунду, скорость Wi-Fi 2.4 гигагерца до 400 мегабит в секунду, скорость Wi-Fi 5 гигагерц до 867 мегабит в секунду. Есть порт USB 2.0, кнопка включения и выключения роутера, кнопка сброса и кнопка WPS для полуавтоматического создания беспроводной сети и разъем для питания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, самое время перейти к практике. Нас сразу встречает страница с выбором режима работы. Предлагаю вкратце ознакомиться. Режим повторителя, он же режим репитера, когда устройство будет по Wi-Fi принимать сигнал от другого роутера и передавать дальше. Используется где-то на середине между источником сигнала и принимающим устройством. Необходимо, если сеть без промежуточного повторителя не добивает желаемое место. Режим точки доступа, фактически такой же смысл, как и описаны только что, только сигнал приходит не беспроводным способом на передающее устройство, а проводным. Режим медиабридж, он же режим моста, ничто иное, как передача сигнала с другого роутера, потому же Wi-Fi, при котором интернет будет браться от другого роутера через беспроводное соединение. И устройства из разных локальных сетей, которые были под управлением разных роутеров, объединятся в одну. У всех этих режимов одна общая цель, передать интернет от главного роутера на более дальнее расстояние, чем мог бы дать главный роутер, который и раздает интернет. Ну и режим iMesh, или просто Mesh. В данном случае, несколько роутеров создают одну единую сеть, передвигаясь в зоне действия которой, при падении уровня сигнала, один роутер прекращает с вами связь, а другой подхватывает. И внешне это никак не отражается на работе перемещающегося получателя сигнала. Нечто очень напоминающее мобильную сеть, где без сторонних действий, вы никак даже не узнаете, какая базовая станция на связи с вами. И если честно, несмотря на обзоры репитеров, которые были у меня на канале, я никогда не видел, чтобы кто-то их использовал на практике, как и роутеры в любом из перечисленных режимов. Мне кажется, все эти режимы, в сумме, не дают и 1% от общего количества людей, которые пользуются роутерами, потому что очень специфические условия использования. Например, для начала нужно иметь большую площадь помещения. Что же касается квартир, то даже 100 квадратных метров можно легко покрыть одним единственным роутером. Просто нужно его установить в геометрическом центре квартиры. А иногда даже этого делать не нужно, и достаточно поставить роутер там, где это удобно. Продолжая про страницу настроек, добавлю, что лично мне не очень понравилось, и что я впоследствии не нашел, как отключить, при входе на страницу настроек, просят задать логин и пароль. И при дальнейших попытках зайти сюда, будет все время спрашивать. И вот зачем мне очередной логин и пароль держать в голове? Кто еще и каким способом может сюда зайти, кроме меня? Я считаю, что эти вечные меры безопасности, это бессмысленный перебор. Мой провайдер имеет привязку роутера по макадресу, поэтому после его клонирования сразу же можно проверить инет в работе. У меня пакет в 100 мегабит в секунду, и понятное дело с такой скоростью роутер справился без проблем. Вообще хочется сказать, что меню здесь очень крутое. Подобный функционал ни у одного предыдущего моего маршрутизатора не был. Как пример, здесь есть график загрузки процессора и азу, как будто я открыл диспетчер задач на компе. У тех, которые перешиты в Zyxel, тоже показывала загрузку, но в виде процента, а здесь прямо с графиком. Поскольку не люблю пароли, то всегда использую фильтр по макадресам, мне это намного удобнее, чем пароль. Особенно если точек, где пользуюсь несколько, можно конечно установить везде одинаковый пароль, чтобы не забивать голову, но выбор был сделан именно на фильтр по макадресу. Беспроводные настройки для работы в частотах 2,4 и 5 ГГц идентичны. Это будет две разные сети, вещающие на разных частотах. Первая глобальная опция – это двойной One-порт. Если честно, то узнал, что здесь есть такое только когда лазил по настройкам. Его суть заключается в том, что я могу назначить One-портом любой из LAN-портов дополнительно к существующему. Это дает возможность подключить сразу два провайдера, и если жизненно необходим и нет, то в случае проблем у одного провайдера автоматически будет включаться следующий. Также в роли второго провайдера может выступить еще и мобильный интернет, который будет включаться с подключенного от режима демо в случае исчезновения проводного провайдера. Короче, настроек здесь дофига и больше. Предлагаю разные тесты. Проводной интернет в 100 Мбит в секунду уже был, а теперь начать хочу с проверки возможностей работы со скоростью 1 Гбит в секунду. Интернета у меня такого нет, но зато есть два компа, которые подключены проводом, и можно организовать передачу данных с одного на другой через роутер. Файлы, которые будут перемещаться, весят по 9 Гбит каждый. С одного компьютера файлы благополучно улетают, а на другой видно, как они приземляются. А попутно видно скорость работы сетевой картой через монитор ресурсов операционной системы. Скорость колеблется в диапазоне 900-950 Мбит в секунду. Интересно, что по Wi-Fi. Более классический вариант с работой в частоте 2,4 ГГц покажет нам связка роутера с моей древней беспроводной сетевой картой. Эта карта может в теории работать в сетях до 150 Мбит в секунду. А сейчас можно увидеть скорость как на скачивание, так и на отдачу лишь около 50 Мбит в секунду. Именно поэтому я заказал себе внешнюю USB сетевую на 5 ГГц. Точнее, она работает в двух диапазонах. В 2,4 ГГц она также работает. В 2,4 ГГц заявлена скорость так же, как и у предыдущей до 150 Мбит в секунду. А в 5 ГГц заявлена скорость до 433 Мбит в секунду. И вот 2,4 ГГц от этой сетевой уже интереснее смотрятся, чем от предыдущей. Потому что скорость подходит до 100 Мбит в секунду. При смене сети на 5 ГГц скорость, как ни странно, оказывается ниже, чем на 2,4 ГГц. Хотя 5 обычно позиционируют как более свободную частоту, из-за чего Wi-Fi якобы должен работать быстрее. Еще раз скорость в 2,4 ГГц и снова под 100 Мбит в секунду. Если что, USB Wi-Fi адаптер находится на расстоянии где-то 1 метр и через кирпичную стену, которая выложена толщиной в самое маленькое ребро кирпича. Хотя потом, еще раз совершив замер скорость Wi-Fi в 5 ГГц, получилось такой же, как и в 2,4 ГГц. Понятно, что тут упор в скорости Net, но совсем сравнивать работу адаптера в разных частотах тоже нет смысла. Так как она точно разная и разной даже заявлена как у адаптера, так и у самого роутера. Пришло время подключить USB модем. Это 3G USB модем Huawei E3531 с максимальной скоростью в 21,6 Мбит в секунду на загрузку и 5,76 Мбит в секунду на отдачу. Для того, чтобы использовать мобильный интернет, нужно переключить One-порт с One на USB. Сим-карта готова, подключенное в USB устройство отображается как Mobile Connect. Именно так и определяется подключенный модем. Применить переключение One в USB. После перезагрузки роутера нужно включить режим USB и выбрать тип устройства между USB модемом и телефоном. Кстати, телефон в качестве модема к роутеру это интересно. После очередной перезагрузки для применения нового режима работы в подключенных устройствах USB снова виден модем. Настройки точки доступа подтянулись автоматически. Я ничего здесь сам не менял пока что. Пишет, состояние интернета подключено. Пора в этом убедиться. Скорость 3G даже больше, чем обычно у меня в квартире. Видимо, местоположение основного роутера более выгодно, чем когда я тестирую, подключая к компьютеру. Как всегда, всеядность роутера проверяю еще одним модемом ZTE MF730. 3G модем, который может работать на скорости до 42 Мбит в секунду. Так же, как и предыдущий определился без проблем, настроек не меняю и перехожу к тесту. Более подробный тест модемов, где я гонялся за скоростью в поисках лучшего места, можете увидеть в видео по подсказке. Ну что же, стало интересно, раз данный роутер подразумевает подключение смартфона в качестве модема, то не могу пройти мимо возможности проверить. Когда-то, давным-давно, я и сам использовал телефон в качестве модема, подключая его к компу напрямую. Начиналось все еще с подключения в компорт. Было это время, когда в качестве GSM и Edge модема использовал телефон Siemens A55, перепрошитый в C55, а также AX75. Проводной интернет еще не появился тогда массово, а 3G модемы стоили дорого. Вот и приходилось изворачиваться. Такой интернет у меня был где-то с 2005 года до 2009, когда я купил свой первый 3G модем. Кстати, тут все бегают и переживают за облучение от вышек 5G. А как вы считаете, он нужен, этот 5G? Я не про облучение, конечно, а про скоростные возможности. Просто у нас вот тут 21 год закончился, и я даже до сих пор не обменял свои старые сим-карты, которые не могут регистрироваться в 4G на новые. Так как мне и 3G хватает, а зачем 5G, не представляю. Тем временем, все настройки сделаны и можно протестировать работу телефона в качестве модема, подключенного к роутеру. Скорость похуже, чем было до этого, но и оператор это другой. И еще раз подчеркну, если интересно посмотреть именно как работает мобильный интернет и сколько максимум я получал на своих устройствах, можете посмотреть соответствующее видео с тестами. В данном видео я лишь проверяю совместимость устройств. Бегать и выискивать лучшие точки для работы инета не вижу смысла. Эта схема работает, а телефон попутно и заряжается от роутера. Правда, думаю, что такой режим работы убивает аккумулятор. И если эта акция не разовая и вам нужен мобильный интернет на постоянной основе, то лучше все-таки купить модем. USB порт многофункционален у этого роутера, сюда можно также подключить накопитель. У меня вот есть флешка с оставшейся программой Clever для работы с M2 NVMe. Запишу сюда видео и посмотрим, что из этого выйдет. В настройках для флешки можно подключить медиа сервера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В проводнике появляется вкладка сетевое расположение, но при попытке открыть файл, он будет сначала загружаться на комп, а только потом можно будет его открыть, как по мне бесполезная фигня. Во вкладке сеть появляется новое устройство мультимедиа, в котором будет доступ к содержимому накопителя. Отсюда через медиаплеер можно открыть видео, не загружая его предварительно на компьютер. Если просканировать сеть в приложении ES-проводник, то в таком случае флешка будет видна наряду с любым другим компьютером или телефоном, как отдельное устройство, как будто это еще один компьютер. Войдя в это устройство, можно запустить желаемый файл. Я так полагаю, что можно открыть доступ и через инет к своему архиву, но с этим мне еще нужно разобраться. Что мне не понравилось, это то, что в случае применения настроек на странице этих самых настроек, роутер полностью перезагружается и с отключением Wi-Fi и с потерей интернета. Где-то на минуту, но все же. Также, если вдруг кто-то зашел полюбоваться на страницу настроек с одного компьютера, то никто больше с другого компьютера из этой сети не сможет это сделать. Во всяком случае, мне пишет именно так в таком случае. Также я не увидел торрент клиента, если вдруг кто-то пользуется подобным, тут такого нет. В китайском роутере с прошивкой от Zyxel такая возможность есть. Далее, конечно же, только плюсы. Вы сами все видели в этом обзоре. Умнейшее устройство, абсолютно современное, может работать в разных режимах, куча надстроек, не перебирает среди 3G модемов, а находит связь с тем, что дают. Даже телефон можно использовать в качестве модема. 1 гигабит в секунду, 2 диапазона Wi-Fi, сервер, можно включить 2 ВАН-порта. Было бы идеально, если бы этот роутер обладал двумя USB-портами, чтобы в одном была флешка, а во втором был 3G модем. Потому что если есть спрос на такое, то... А вообще у меня есть USB-хаб, и что-то мне подсказывает... Когда-то давно я пользовался тюнером T2, и у меня тоже там был один USB-порт, а хотелось проверить, будет ли работать 2 USB. Так вот, тогда я подключил к тюнеру USB-хаб, и благодаря ему смог подключить 2 флешки. Они отображались в меню под номерами. И вот я решил провернуть такое и здесь. И оно работает. Так что, кому нужно, берите на заметку. В меню будут сразу доступны 2 устройства, и флешка, и модем. Я получил новое устройство на замену старому. Большей частью возможностей, скорее всего, никогда не воспользуюсь. Но поскольку невозможно отделить многие опции друг от друга и выбрать конкретный набор, то таки да, придется платить не только за то, что нужно, а и за то, что не нужно. Впрочем, и у более дешевых роутеров есть набор возможностей, которые большинство никогда не использует. Вряд ли большинство делает гостевые сети Wi-Fi, режет трафик по конкретным портам, пользуется так называемым родительским контролем и прочее. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok